Здравствуйте всем на канале Эль Арте де Пастелерия Искусство Кондитера. Сегодня показываю, как делается масляный крем с натуральным молотым кофе. Я знаю три варианта кофейного крема. Первый вариант это сливки и кофе. Второй вариант это заварной крем с кофе. И третий вариант это который показываю вам я масляный крем с кофе. Только есть опять же два варианта этого крема с кофе растворимым и с кофе натуральным. Я показываю именно с натуральным кофе. Для его приготовления я беру 250 грамм размягченного сливочного масла. Очень важно, чтобы масло было свежее. 150 грамм сахара, 30 грамм молотого кофе, 120 миллилитров холодной воды и цедра лимона. В оригинальный рецепт крема МОКО состав его входит карамель, делать которую мы будем прямо сейчас. Берем сотейник и берем из общего количества сахара, 150 грамм, берем одну полную столовую ложку сверху сахара. Высыпаем ложку сахара в сотейник и ставим на огонь больше среднего. На огне в сотейнике очень достаточно быстро сахар начинает расплавляться. Я помогаю ему перемешивая немножко его ложкой. И мне необходимо его довести до светло-янтарного цвета. Будьте осторожны не передержать на огне карамель, так как если вы ее передержите, карамель становится темного цвета и начинает горчить. Такую карамель уже использовать в кондитерские изделия нельзя. Все, сахар расплавился. Карамель приобрела светло-янтарный оттенок, я тут же снимаю ее с огня. Теперь я прямо в горячую карамель выливаю 120 миллилитров холодной воды. Видите, образовалась карамель. Сейчас все это я возвращаю на огонь и довожу до кипения. Также не забудьте сюда положить кусочек лимонной цедры. Пока вы ставите, доводите до кипения воду, вы можете закрыть тарелкой или крышкой. Вода закипела, я выключаю огонь и забрасываю кофе. Кофе должно настаиваться приблизительно 5 минут, после чего я буду процеживать его через очень мелкое сито и при том 4 раза. Если у вас есть марля, тоже можете с помощью марли процеживать. Процеживать надо так, чтобы не осталось никаких мелких крупинок, не осталось заварки. После того, как кофе хорошо процедили, возвращаем в сотейник, добавляем весь оставшийся сахар и ставим на огонь до закипания и полного растворения сахара. И получаем кофейно-сахарный сироп, который нам нужно охладить до комнатной температуры. Все, сироп мой закипел. Снимаю с огня и охлаждаю его до комнатной температуры. Тем временем буду взбивать сливочное масло. Взбила хорошо размягченное сливочное масло. Взяла охлажденный сироп и маленькой струйкой вливаю к маслу, не прекращая взбивать. Крем этот имеет очень насыщенный кофейный вкус. Если вы хотите менее насыщенный, соответственно, можете взять чуть меньше кофе. Например, вместо 30 грамм кофе, 20 грамм или 15 грамм кофе. Итак, крем мой готов. Всем, кому понравился этот рецепт, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я надеюсь, что буду записывать новые видео, интересные и оригинальные. Спасибо всем за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok